я поклоняюсь всем красочным богам ну а что тебе делать новую квартиру покупать стоят 16 тысяч рублей это был шок контент всем привет с вами оля качанова как живут другие сегодня мы идем смотреть интересный ремонт чем он интересен квартира большая не уже был ремонт двухтысячных годов я думаю что у наших зрителей много таких вариантов и те кто в этой ситуации сейчас находится ставьте лайк потому что сегодня выпуск будет для вас интересен и для всех тех кто хочет сделать такую небольшую реновацию в общем-то мы пришли в квартиру где дизайнер лиза помогала делать ремонт лиза привет привет и давай я сразу скажу что здесь не только твой ум был приложен к этому интерьеру но еще и твои золотые руки потому что ты здесь и придумывала и делала что-то своими руками переделала в общем подошла со всей ответственностью да это правда потому что половину квартиры мы переделывали уже тогда когда строительная бригада покинула этот объект поэтому ничего не оставалось кроме как что-то самим красить придумывать декораторскими приемами что-то исправлять использовать текстиль в общем без каких-то конкретных переделок и большого мусора и грязи давай скажем что несколько комнат полностью отремонтированы несколько комнат декорированы с разными хитрыми приемами да что за квартира площади высота потолков самое главное сколько комнат квартира общая площадь 110 квадратных метров высота потолков в районе 285 здесь получается три комнаты два подсобных помещения и кухня-гостиная два санузла с хозяйкой этой квартиры я познакомилась тогда когда было принято решение полностью переделать две комнаты в связи с тем что старший сын стал жить отдельно его комната освободилась нам нужно было из нее с детской бывшей сделать что-то совершенно новое и заодно обновить детскую комнату младшему ребенку поэтому там я поработала стандартном своем ключе мы все сломали и все построили заново у нас был проект дизайн-проект с новой электрикой с новыми дизайнерскими решениями и впоследствии когда мы это реализовали мы с хозяйкой были уже на игле дизайна я говорю так потому что остановить нас было уже невозможно нам очень нравилось что получалось ну и хотелось чтобы вся оставшаяся квартира все-таки тоже обновилась и стала более современно выглядеть здесь был очень классический ремонт двухтысячных как ты уже сказала со всеми вытекающими из этого последствиями многоуровневыми потолками блестящими стенами декоративной штукатуркой бархатом много бархата много блестящие ткани когда что зашла при нас все это дело мы будем успокаивать сбивать нарядность и делать интерьер более современным вот не всегда даже бывает ремонт 20-летней давности уже плохим тогда хорошо делали если там не брать какие пластиковые панели на стенах ванны прям то что уже совсем уж ужасно то и можно не переделывать я вообще в целом хочу сказать что ремонт двухтысячных это не что-то ужасное плохое и в чем совершенно нельзя жить и находиться просто в данном случае хозяйка хотела его обновить то есть он чуть-чуть морально устарел и было для ее может быть текущего эмоционального состояния настроения немного тяжеловат все было отлично очень качественно было сделано и я понимала что до меня здесь тоже работал дизайнер там 15 лет назад дизайнер поработал очень классно с пространствами с планировкой она очень хорошая просто на данный момент настолько быстро движется наша вот эта индустрия появляется очень много решений нового света новой отделки что конечно людям хочется идти в ногу со временем а что тебе делать новую квартиру покупать или выезжать и покидать свою полностью здесь все рушить мне кажется не очень подходящий всем вариант и тем более когда вы живете в доме который вам нравится как раз здесь мы поняли что нам нужно малыми силами но прийти к чему-то такому что на сегодняшний день хозяйки мои понравится и будет радовать как бы класс давай пройдем сейчас по этой кухне на предмет того что оставили и почему это как раз то что декораторскими приемами мы здесь работали мы полностью оставили мебель потому что мебель очень хорошая это покрашенные кухонные фасады деревянные да это дерево гарнитур ну окей мы убрали многоуровневый потолок он здесь был в два уровня утыканные точками с потами что тоже уже не очень актуально мы выровняли геометрию помещения дальше мы работали с деталями и текстилем а вот мне кажется лиза что потолок это страшно грязно дорого нет это у меня стереотип какой-то ну я думаю что здесь очень важно какая бригада работает на объекте насколько она аккуратная оперативная здесь все было закрыто пленкой потолок было до меня здесь натяжной его демонтировали и собрали на каркасе гипсокартон в целом получилось довольно быстро без этого действия мы бы не пришли к более современному ремонту я поняла что очень классический интерьер очень классического вида и чтобы нам его усовременить как я говорю мне нужно добавить графических деталей до графических деталей мебели декора и всю бархатную ткань которая здесь есть убрать поменять на матовые варианты и знаешь что еще могли конечно кухню поменять в принципе бюджет хозяйки позволял если ты решаешь сделать себе ну словно ремонт обновить это не значит что ты должен выбросить все старое и купить все новое как маркетологи заставляют нас думать да ты как бы можешь рассмотреть хорошие вещи у себя в квартире не потому что там скряга или что-то просто давайте как-то осознанно подходить да и в принципе бюджет нам это позволял но поскольку я за то чтобы всегда очень разумно подходить ко всем тратам и действиям я поняла что в данном помещении в данном интерьере мы буквально с помощью других каких-то приемов которые потребуют меньших затрат сможем этот интерьер изменить исправить и сделать абсолютно другим геометрию нам она сохраняет если вот вы заметите это цвет кухни цвет стен он абсолютно одинаково идентичной поэтому даже при таком большом объеме гарнитура она не смотрится тяжело здесь все когда вы заходите в любую переделку на старте важно очень определить что в этом интерьере дает ощущение который вам не нравится и не стоит выбрать да может быть вообще не стоит выбрасывать оставить действительно какие-то смены штор уже сделают комнату абсолютно другой вот эти вот стулья очень симпатичные это стулья там это оригинал мы очень долго не могли найти то что нам подходило и тут мы их увидели с хозяйкой просто сразу в них влюбились нам сказали что ждать их нужно 6 месяцев и но и мы были готовы очень классные оригинальные вообще надо сказать что может быть зрители не знают это мой вопрос прямо да это как говоришь это стулья там как будто мы все-таки ах да мы знаем много других брендов но вот я хочу немножко рассказать на самом деле на самом деле мы сейчас поймем что все мы ее знаем потому что самая популярная модель этой фабрики это венский стул да конечно сгнутой спинкой с деревом это просто их хит поэтому все мы знакомы с этой фабрикой но вот эта другая модель современная кстати чешский дизайн стулья были в сразу такими темными и дальше уже я их поддержала декором есть очень большая зона где можно расположить декор здесь вот примерно черные черные все штуки которые перекликают а вот смотрелись мы недавно переделывали тоже кухню и закрыли вот эти верхние полочки более высокими фасадами то есть сняли фасады поменяли их на другие просто для того чтобы убрать нишу но возможно хозяйки она нужна была да то есть вот этот декор хотелось оставить знаешь просто эта ниша была нужна нам как сцена для декора потому что часто так бывает что при планировании помещения при планировании мебели люди не всегда понимают что чтобы поставить что-то красивое классное нужно предусмотреть для этого поверхность вот здесь она была я решил ничего с ней не делать до меня здесь тоже был какой-то декор но вот мы полностью заменили еще хотела бы сказать про вот это панно да очень классно ну вот оно очень классное сейчас именно действительно нравится как оно получилось но до меня это было расписано всем цветами радуги но было очень яркая очень акцентная мы с хозяйкой не зовут елена когда она меня первый раз пригласила к себе домой выяснилось что это панно и никогда не нравилось самого начала этого ремонта просто его сделали она не видела и когда увидела уже поздно было что-либо переделывать елена с такой тревожностью скажем так спросила меня лиза ну что же забивать столько пыли на этом панно я подумала подумала поняла что сбивать действительно не вариант нужно было делать все быстро и с минимальным количеством грязи я просто сказала что нет мы не будем его сбивать елена мы просто его закрасим это был шок для нее идея так же как и для строителей которые мне сказали что боже тут лак на этом панно она все блестит все светится и лизавета какая краска но в итоге я сказала что под мою ответственность мы это попробуем сделать и вот из краскопульта мы его покрасили такой же краской как покрасили потолок мне кажется что результат превзошел наши ожидания очень классно получилось у нас осталась текстура вот этот рельеф какой-то объем но вместе с этим она перестала перетягивать на себя большое количество внимания я хочу сказать что краска это лучший инструмент для того чтобы исправить то что вам не нравится в квартире я поклоняюсь всем красочным богам потому что это действительно супер прием получается что 15 лет хозяйка жила ей не нравилось то что было она не могла даже представить что всего лишь банка краски три часа краскопульт и один мастер сможет настолько изменить это помещение решить проблему решить проблему да и потом мы были просто от елены прекрасные отзывы что она теперь очень нравится она его рассматривает она совершенно не напрягает ну и вот так вот просто оказывается все решалось пойдем про шторы поговорим про текстиль я когда училась нам объясняли шторы это большое цветовое пятно когда вы заходите в комнату вам в первую очередь нужно подумать о этих больших цветовых пятнах да потому что это то что ну никуда не денется по-любому будет висеть здесь на этом месте какая-то ткань да это правда шторы играют огромную роль они способны как убить интерьер так и спасти и обязательно конечно надо иметь ввиду что шторы это большая плоскость то есть когда мы думаем о помещении мы сначала про форму думаем про именно архитектурную какую-то вот форму составляющую плоскости шторы это плоскость я моих интерьеров всегда стараюсь шторы сделать максимально сливающимися с общим пространством если у меня нет запроса сделать очень акцентные варианты акцентной истории поэтому у меня практически всегда в 90 процентах работ это матовый текстиль чтобы он не бликовал и что-то такое что не сильно выделяется на фоне стены а наоборот сливается чтобы она визуально превращалась стену да если закрыть шторы то как бы ничего не отвлекало да здесь еще до меня было несимметричное расположение штор то есть от угла здесь до угла там я все-таки стараюсь окно оформлять симметрично опять-таки чтобы нашему глазу было это приятно мы когда попадаем в помещение даже может быть незримо тело наше считывает вот это вот гармоничность пропорции гармоничность геометрии поэтому здесь мы шторы выровняли у нас образовалось дополнительное место для декора вопрос у меня когда выбираешь шторы на 100 обращать внимание просто смотри у нас прям две разных позиции и подхода к шторам есть те кто может купить их в леруа и повесить вообще любые и те кто потратит там 100 тысяч на три окна а может даже на одно окно вот объясни мне я у всех это спрашиваю где вот этот баланс когда нужно тратить баланс в запросе на мой взгляд я считаю что мы всегда смотрим на человека хозяина квартиры на того кто там будет жить и на их ценности то есть насколько хозяину важна ценность текстиль или не важно кому-то как ты правильно говоришь действительно не важно где купить шторы можно купить в леруа повесить ему будет не очень важно что они не совсем подходят по нюансам текстуры цвета и размера и все будет окей а если есть запрос чтобы шторы были идеальными нам нужен идеальный оттенок нам важно чтобы это было именно так а не иначе то тогда конечно нужно шить у меня есть на самом деле абсолютно разные примеры в каких-то проектах мы покупаем действительно готовы шторы не паримся на этот счет и все отлично я вот редко ошибаюсь но эти сшиты да потому что окно сразу такое выглядит да это про пропорции размера то есть у нас есть определенный размер простенка который нам нужно закрыть шторой и только индивидуальный пошив только индивидуальный размер сможет нам в этом помочь где шили эти шторы шили стильные текстильные компания которая оказывает полный спектр услуг по текстильному оформлению да знаем их они очень классные да они очень классные у них много образцов работает у них текстильные дизайнеры с которыми я советуюсь постоянно при выборе материалов и тканей мы все вместе обсуждаем они могут что-то подсказать могут что-то дать какой-то дельную действительно совет поэтому я всегда прислушиваюсь к узконаправленным специалистам подушки тоже они делали то есть диван мы тоже оформили сразу вместе со шторами это очень классно что ты можешь в одном окне с одним подрядчиком а раз уж коснулись дивана то давай тогда и про него тоже потому что он дополняет картину новый да да диван новый здесь абсолютно такой же принцип мы старый диван меняли от того что он был бархатный блестящий очень большой громоздкий забирала на себя много внимания мы заменили на более компактный не менее удобный очень видно классно да в матовом оформлении в матовой обивке поэтому это фабрика тонн агро российская вот такую вот модель у них выбрали очень класс видно что глубокая посадка до глубокая посадка можно и сидеть можно лежать как вы видите тоже по цвету по обивке он вписан в общую гамму стилистику потому что есть такое правило чем больше у тебя предмет в помещении тем внимательнее надо относиться к его цвету контрастности яркости соответственно самые большие предметы если кухонная гарнитура если это диван если это шторы про которые мы сказали их лучше вписать вот цветовые пятна да да лес а ты нам дашь дизайн проект у тебя было что-нибудь там например референсы или например палитра нет нет я просто объясню мы здесь работали я называю это органическим дизайном то есть когда у тебя нет проекта но есть огромное доверие хозяйки и поэтому здесь все одно за одним цеплялась мы просто это ходили дизайн проект был у меня в голове ну то есть я примерно понимала что мы хотим вы вместе ходили везде ну да вместе ходили но я что-то могла покупать и одна но если я где-то что-то увидела мне понравилось я прислала фотографии хозяйка мне одобряла это было очень классно еще одним из приемов который здесь был использован для того чтобы успокоить интерьер мы заменили зеркала здесь были такие очень нарядные зеркала с фацетами с такой вот растекловкой в виде ромбиков я сразу поняла что мы будем менять и мы их вот поменяли на нарочито такие состаренные чуть-чуть они вот с такой патиной и очень современные светильники которые так как бы тоже у них растворились вот на их месте тоже был образ таким хрусталем все было зеркала модные и они вторят фартуку мне нравится как выглядит да действительно знаешь такой вот микс который дает нам понять что классические фасады классическая кухня это не приговор действительно всеми остальными деталями мы можем это исправить подкорректировать что еще здесь трогали и не трогали вот прям экспресс мы изменили потолок заменили полностью светильники покрасили панно заменили стулья зеркала бра аксессуары текстиль да супер все идем дальше а вот эти двери тоже были да потому что они обращают на себя внимание здесь не был не оформленный проем просто мы сразу попадали в коридор в итоге мы решили добавить такого французского немного налета сделали вот такие прозрачные двери поставили с двумя створками поэтому получился такой немножко французский интерьер когда он у нас уже сложился а я назвала его салоном французский потому что мне кажется что что-то в нем такое появилось молочные оттенки люстра они очень классно стали смотреться из коридора просто восхитительно прям приглашают тебя на кухню в это большое светлое пространство очень уютное я бы сказала видно что обжитое в общем все слайда это правда так хорошо знаешь что в этих квартирах вот этих больших которые раньше строили вот много коридоров вот они длинные в не ходишь что скажешь здесь действительно большой коридор но планировка организована таким образом она как будто бы круговая здесь коридор который как раз дает нам проход во все комнаты но не одного лишнего метра мне кажется в коридоре нет ну и давай куда мы попадаем позади тебя кабинет позади меня детская комната так справа это детская комната справа спальня ну пойдем до спальня здесь мы тоже работали по принципу декораторской работы скажем так без капитальных переделок без строительной бригады какая здесь у меня была идея здесь есть очень красивые обои которые блестят бликуют избирать на себя большое внимание было много коричневой мебели была тохта на окнах то есть было ощущение тяжести такой ну такой прям цыганская барокко чуть-чуть да 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 это так но в двухтысячных это было действительно модно я к этому с пониманием и здесь у меня была идея что все что мы можем переделать мы переделаем и заменим на белый цвет это кровать это вот это вот кресло мы отдали в перетяжку нам ее перетянули в светлый оттенок да что тоже нам сразу сбило вот это вот количество пафоса мы взяли шторы тоже белого цвета они занимают большую площадь мы купили вот эти вот лампы которые на самом деле не очень подходят здесь я поняла что мы можем себе позволить немного хулиганство и взять лампы не подходящий по масштабу они большие они очень красивые с какими-то оттенками белого это американский дизайн очень классно получилось близко к монохрому и у монохрома же какая главная идея дорогие материалы ну чтобы все фактуры вышли чтобы их было видно и тут и очень удачно использовала те дорогие обои которые есть ту хорошую кровать которая есть хочу тебе прям комплимент сделать как дизайнеру что ты не поменяла кровать на новую обтянула ее дашь контакты там отличная компания опять-таки она работала в этой комнате под ключ это подушки переобивка мебели текстиль да правильно заметила про монохром да здесь действительно получился плюс-минус монохром с разными текстурами с разным орнаментом что конечно интерьер нам делает глубже что касается также еще перекраски вот допустим это зеркало она довольно классического вида и изначально это была золото-коричневая рама ну то есть достаточно распространенная история но она так здорово здесь вписалась но такое большое но красиво она добавляет такой торжественности этой спальне что я просто подумала что мы попробуем его перекрасить я приехала с банкой краски с кисточкой перекрасила опять-таки обещаю хозяйке что если что-то пойдет не так под мою ответственность зеркало я заменю это на самом деле мой самый любимый прием что когда хозяева квартира или интерьер боятся какого-то решения я всегда беру ответственность на себя и говорю что если не получится за мой счет я все переделываю пока ни разу не переделывала круга но это дает хозяевам такую уверенность что дизайнер понимает что он делает да поэтому от на перекрасили мне кажется тоже очень здорово получилось есть какая-то фактура есть какая-то глубина она белая светлая еще хотела бы обратить внимание на эту люстру да конечно отражается она красиво да это винтажный экземпляр приехала это люстра из испании в испании вместе агент так я его называю это женщина светлана которая находит какие-то потрясающие предметы на европейских барахолках и выставляет на продажу а в этой квартире не единственная от нее люстра я еще покажу дальше ну вот это вот приехала из испании стоило 16 тысяч рублей на мой взгляд для такой люстры это максимально удачная цена вообще потому что на мой взгляд выглядит она на все сто может быть даже двести вот поэтому я когда хозяйке выслала фотографию этой люстры и сказала что мне кажется она нам подходит и елена загорелась когда конечно сколько же она стоит и когда я написала что она стоит 16 тысяч рублей это был шок контент потому что она ожидала что-то около 100 вот я тоже обожаю такие случаи когда так происходит когда можно купить за тысячу а эффекта будет на миллион мне кажется это никогда не надо выпускать таких возможностей елена рассказывает мне что по утрам она наслаждается тем что просыпается и первое что она видит это вот красивую сложную люстра за 16 тысяч я шучу да нет на самом деле это это действительно так и сразу душа радуется с утра пораньше да мы с ним всегда кстати об этом вспоминаем что это очень удачная покупка еще вот это вот гипсовое панно с ним тоже связано очень интересную историю как мы разыскивали художницу я увидела это панно в интернете на какой-то фотографии которая вообще не относилась к интерьерам она мне очень понравилось и я стала копаться рытью что это за панно кто его сделал и в каких-то то ли комментариях только какой-то статье я увидела имя фамилию художницы который возготовил дальше начался розыск натуральном смысле потому что по имени фамилия не находила поисковой сеть кто это в соцсетях мы тоже не могли это найти подключилась елена мы с ней в упряжке обычно если надо что-то достать в итоге она нашла профиль в соцсетях этой художницы я с ней связалась и начались долгие переговоры и уговаривание исполнить нам такое панно потому что она уже перестала этим заниматься творческую не усталость перерыв и не хотела она нам ее изготавливать это панно но мы были влюблены в итоге уговорила и художница санкт-петербурга ее зовут анастасия великая поэтому не знаю делает ли она сейчас работы или нет но я за ним сама ездила петербург потому что я волновалась что транспортная компания это гипс не сможет целости и сохранности доставить поэтому я из петербурга на собственных руках привезла его теперь она в сит и тоже очень классно мне кажется хорошо пойдемте дальше до комната ну по сути то уже тоже взрослого человека 14-летнего мальчика а здесь живет кирилл ему 14 лет он очень классный энергичный парень и когда я придумывала ему интерьер здесь надо сказать что вот как раз это та комната где мы все сломали и построили заново потому что комната была уже очень детская для маленького ребенка а кирилл уже вырос поэтому здесь все с нуля было сделано пол меняли да мы здесь меняли пол потому что здесь была пробка как часто ее используют в детских комнатах которые себя на самом деле не очень хорошо показала потому что она как-то поистерлась что-то где-то зацепилась и это невозможно было реставрировать пол мы решили менять но поскольку мы не хотели менять пол во всей квартире нам это было не нужно то это был не долгий поиск и идеально подходящие инженерной доски под то что у нас уже есть я взяв образец инженерной доски прошлого пола пошла искать по всем магазинам прикладывать все это делать в итоге полы мне индивидуально затонировали потому что идеально подходящего оттенка меня не получалось найти мы сделали она действительно очень хорошо подошло и у нас нет никакого порожка нет никакого перехода с основной частью квартиры здесь первое что нужно было сделать поработать с архитектурой этой комнаты потому что здесь есть несущая балка которая соединяет эту комнату и бывший балкон то есть лоджию она здесь есть это опуск потолка и я сразу поняла что нужно что-то с ней придумывать что-то делать как-то ее обыгрывать очень необычная планировка этой комнаты и туда вот еще уходит до сразу пространство давай покажем что тут реально сложно было да здесь нужно было покумекать как я люблю говорить то есть здесь вот есть этот закуток это присоединенный бывший балкон или балкон лоджи все согласовано но его нужно было тоже как-то использовать практично и вот я решила что здесь будет ну гардеробная нравится мне очень нравится здесь огромный шкаф от хозяйки елена я получила т.з. что нам нужен такой шкаф куда мы можем убрать все что нам некуда убрать поэтому здесь мы его сделали максимально огромным каким могли до потолка вместе с антресолями он спрятан в него попадает дневной свет его не видно со входа то есть мы всегда стараемся чтобы у нас от входа в комнаты были самые удачные самые красивые ракурсы хочу сказать про эту балку когда мы попадаем в помещение первый раз мы сначала смотрим на в архитектуру и если мы видим какие-то недостатки то мы принимаем решение что с ними делать в данном случае вот этот вот балка который идет посередине комнаты с опуском потолка ее невозможно было спрятать поэтому как это часто бывает было принято решение недостаток перевести в ранг достоинства сделать что-то классное обратить внимание поэтому мы решили сделать здесь вот такой вот color блок который определяет и зонирует нам кровать кровать тоже здесь поставлена довольно стандартным образом потому что чаще всего людям кажется что если мы мебель расположим по стенам в комнате то пространство у нас будет больше мы как-то рационально используем помещение и квадратные метры на самом деле нет комната она такая немного вытянутая и длинная поэтому мы решили кровать расположить поперек этой комнаты тем самым как будто бы визуально сделав ее более квадратную убрав вот это вот ощущение длинной сосиски иначе не скажешь ализа а почему вы ее сделали такой маленькой чего не двуспальная я прям грустью устаю а не надо грустить потому что во первых мы ее не покупали это кровать которую мы переместили и передали по наследству от старшего сына к младшему сыну она стояла ранее в другой комнате эта кровать она если не ошибаюсь метр десять спальное место и на самом деле для подростка на мой взгляд этого вполне достаточно и здесь есть потенциал для расширения как только это будет необходимо можно заменить кровать на более широкую но пока в этом нет необходимости поэтому мне кажется что все очень рационально здесь использована а что у нее за изголовье такое интересное на бантиках это просто декор на самом деле чтобы сголовье было более мягко поэтому она такой вот двойной бантики тоже декоративные но смотрится довольно интересно и необычно мы с кроватью поработали только с текстилем покрывала и вот подушки с таким красным акцентом поддерживающим наше красное кресло подушку тоже на заказ до подушку здесь тоже мы сделали на заказ именно вот чтобы соединить мебель в композицию еще я хотела бы обратить внимание на решение с жалюзи текстильным оформлением здесь тоже занимались стильные текстильные и мы как раз с текстильным дизайнером придумали что мы здесь сделаем жалюзи хотя сейчас это не очень популярное решение в жилых пространствах потому что есть некий стереотип что жалюзи это что-то офисное холодное неуютно и я даже больше тебе скажу недавно мы тоже делали такое решение в одном из проектов и собрали просто кучу хейта по поводу того что это дешево это ломается это собирает пыль это фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу да и что вот давайте разрушим эту историю этим программ потому что во-первых это дешево ну то есть по сравнению с текстильным оформлением по сравнению там даже с тюлем если мы шьем его на заказ жалюзи это не дорого и плюс очень важно какой материал для них ты выбираешь то есть это должно быть обязательно матовое исполнение, и что-то неяркое, не выбивающееся по цвету. Как вот у нас здесь сделано, они сливаются со стенами матовые, очень тоненькие вот эти вот плашки. Мне кажется, это так еще, знаете, осовременнее, в динамике такое продает. Для мальчика комнаты хорошо? Для мальчика, да, то есть для гостиной, для кухни, наверное, нет. Но мы же всегда точку внимания держим на то, кто будет жить в помещении, кто будет жить в этом интерьере, и поэтому здесь вот, мне кажется, можно с этим спокойно поработать. Что за чудесное кресло? Прям кресло-трансформ. Оно обращает сразу на себя внимание. По цвету его видно, что это акцентная деталь. Да. Как раз там такую яркую вспышку дает. Здесь опять-таки мы сходим от Кирилла, который здесь живет. Я когда познакомилась с Кириллом, поняла, что это очень энергичный, экспрессивный, эмоциональный парень. И когда делал этот интерьер, всегда держал в голове вот его образ и те эмоции, которые у меня от него появились. Поэтому красный цвет как-то сразу пришел, стало понятно, что он здесь нужен именно вот как про энергию, про динамику. И это еще кресло-трансформер. Вот здесь есть застежки, которые можно расстегнуть и превратить его в такую тахту. А где его взять? Очень классно. Это мастерская, кресло, фабрика российская, без каркасной мебели. Мы его заказали, тоже выбрали сами ткань. Но у ребят есть не готовые варианты, чтобы не ждать. Поэтому я думаю, что ссылку мы можем дать. Мне очень нравится то, что они делают. Это не очень дорого. И для детских, для подростковых комнат вообще идеальное решение, мне кажется. Ты знаешь, в последнее время часто у меня ругают дизайнеров за то, что все дизайны однотипные, минимализм и все остальное. Но вот как раз-таки твой дизайн сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в Пинтересте. Спасибо тебе за это большое. И вот как раз-таки этот пуф и позади него вот эта консоль, полки для хранения, не знаю, как правильно назвать, тоже необычные. Вот где ты это все нашла? Давай еще об этом поговорим. Это стеллаж. Дает нам такой воздух и опять-таки вот эти вот плоскости для хранения всяких вещей, которые вот можно упорядоченно поставить, и это не будет выглядеть бардаком. То есть мне кажется, что если у нас есть проблемы, да, у многих, что есть какие-то мелочи, которые мы не знаем, куда пристроить, и они создают вот этот вот шум в интерьере. С ними надо подружиться, на мой взгляд. То есть нужно просто предусмотреть, где вот эти вот мелочи будут находиться, и тогда вроде бы как у них есть место и порядок. Ну скажи честно, ты здесь порядок навела перед съемкой? Нет, кстати, нет. Потому что в этом доме всегда все так. Очень красиво. Очень классно все по полочкам расставлено. Хорошо. Большой стол. Он тоже широкий. Он больше стандартной глубины 75. Всю мебель я стараюсь на себе проверять. И когда я его выбирала, посмотрела, что действительно здорово, что он такой вот глубокий, удобный, с выдвигающимися ящиками. Это наша российская фабрика, Айдея. Вот они делают такие столы. Очень классные. Что касается постеров, мне кажется, что даже если мы берем постер в интерьере, просто распечатанный на принтере, то было бы здорово, если бы у него тоже была какая-то история, какая-то художественная ценность. Здесь эта компания Вижу Кита. У них вообще очень интересный ассортимент. Много их советую. Поэтому они вот такие вот необычные. Тоже здесь написано бежать, мечтать. И красные детали. Мне кажется, это тоже про Кирилла. Чтобы у него были какие-то такие ободряющие слова. Стул, СК-дизайн. Тоже, конечно же. Ну да, они очень популярны. Но вот я, когда организую рабочее место, мне кажется, что необязательно выбирать именно офисный рабочий стул. Можно выбрать любой, который будет вам удобен. Поэтому это вот обеденный стул. Он без колесиков, без крутящегося основания. Здесь можно немножко шире думать и сходить просто из потребностей, а не из каких-то устоявшихся норм. Что нужно обязательно к рабочему месту, офисный стул. Вот. Идем дальше? Да, пойдем дальше. Давай по порядку. Вот это туалет же, да? Да, вот это туалет. Здесь как раз помещение, которое мы тоже полностью переделывали. Забивали всю красно-золотую-белую плитку и делали вот такую вот спокойную серо-голубую гамму. Классно получилось. Спасибо. Душ. Это плитка 41042. Итальянская. Мне она очень нравится. Довольно часто ее использую. Уже не знаю, как прекратить это делать. Срывает. Что здесь еще из интересного? Здесь мы попробовали полностью не закрывать душевой уголок, а поставили стекло только с одной стороны. Многие этого опасаются. Кажется, что будут брызги, лететь. Это неудобно. И надо как бы зону души полностью закрывать. На самом деле это не так. Есть эргономические нормы, исследования, которые говорят нам о том, что если поставить стекло от 110 сантиметров шириной, то тогда никакие брызги никуда не летят. Все очень классно, компактно. И по отзывам действительно это получилось. И пользоваться довольно комфортно. Плитку здесь решила я не выкладывать до потолка. Тоже часто это делаю, потому что, мне кажется, нет в этом смысла. Это экономит нам бюджет. Опять-таки на плитку, на работы, на укладку. Поэтому только в мокрых зонах до высоты метр двадцать. Сверху над раковиной по всему периметру помещения. Ну и еще то, что зеркало чуточку заходит на границу плитки и краски. Такая чуть-чуть осметришь самого зеркала. И это так классно смотрится. Вот оно соединяет одно с другим. Я просто хочу обратить на это внимание. Да, это правда. Здесь есть на самом деле два варианта, когда мы делаем зеркало над плиткой. Либо оно должно чуть-чуть заходить на плитку, либо отрываться от нее сантиметров на 15 минимум, чтобы оно было не прилеплено к плитке. Так вообще некрасиво, так не нужно делать. Это комплект Дуровид. Тоже довольно долго к нам шел, но хорошо вписался. Ханс Грой о смесителе. Картина, в которой дырку на обоих загораживает. Да. А именно лючок. Поэтому я, когда проектирую санузлы, всегда стараюсь придумать, как мы будем закрывать этот лючок либо плиткой, либо рамкой, чтобы по размеру все это подходило. Поэтому картину выбирали, исходя из необходимого размера для лючка. А вот смотри, зеркало чуть-чуть заходит, а картина прилеплена. Как объяснить, как понять, когда ты у себя дома делаешь, где можно, где нельзя? Обстоятельства, в которых мы работаем, когда мы не можем все переделать с нуля. То есть был люк, мы не ломали стену, люк у нас остался, и поэтому я никак не могла его перенести. И здесь было невозможно дать более большую картину, потому что она по пропорциям не совпадала с зеркалом. Поэтому картина мне нужна была именно такого размера. Вот я ее нашла, и поэтому пришлось ее вешать именно так, чтобы она закрыла нам швы лючка. То есть здесь некий компромисс, что закрыла лючок, да, можно было бы поднять, но не получается, потому что мы не с нуля проектируем интерьер. Так, ну и хорошо, давай тогда по часовой стрелке и пойдем. Шикарный коридор, входная зона, просто вау. Я ломала голову над этим коридором. Почему? Потому что здесь стык паркета и плитки, он вот сделан таким полукругом. Это видно, и это тоже некая отсылка к ремонту 2000. Это довольно часто так делали. Здесь еще порожек такой был накладной. В общем-то, это то, с чем мы долго жили, и всем нравилось. Сейчас непонятно зачем, и непонятно, как это исправлять, потому что у меня было много вариантов. Мы думали выравнивать эту линию, но если выравнивать, тогда нам нужно докладывать паркет. А если нам вырезать еще больше этот квадрат, то тогда нам нужно резать тоже паркет, и тогда у нас будет очень большая входная зона по плитке. Непонятно, зачем столько плитки, когда мы уже здесь зашли, и вроде уже квартира. В общем, я долго думала, не знала, что с этим делать, и потом в какой-то момент мне приходит эта идея, что мы будем обманывать входящего, играть визуальными приемами, и вот эту вот правильность геометрии, строгость форм создавать именно плиткой. Это плитка топ-черк, и вот у них так сложилось, что по размеру вот этот вот коврик идеально вписался в размер вот нашей вот этой входной группы. Теперь, когда человек заходит в квартиру, он видит прямой квадрат, он графичный, черно-белый, контрастный, и уже вот на эту вот линию абсолютно не обращает никакого внимания. В общем, мне кажется, что мне удалось победить вот эти вот кривые линии. Удалось, да. Ну и получается, что пол опять же вы тут не перекладывали, вот это только кусочек заменили. Да, то есть мы просто демонтировали старую плитку и заменили новую, сделали аккуратненько стык. Идеально. Вот, поэтому здесь тоже мы все сохранили, ничего переделывать не пришлось. Иначе перекладывать надо было бы весь пол в квартире. Это кошмар. Это дорого и долго. Дорого-долго. И хочется в этот момент сказать, обращайтесь к дизайнерам. Есть такие дизайнеры, которые не будут вам предлагать все перекладывать, а вот как Лиза предложит классные решения, компромиссные, и будет все у вас хорошо. Ну, конечно, да. Мы же работаем с тем бюджетом, который можем себе позволить. И, допустим, сейчас у этой же семьи мы переделываем дачу. И там те же самые принципы, но совсем в другом бюджете мы работаем. Более экономный сегмент, больше решений перекраски, переделки. Мы многое покупаем на Авито. Тоже исходя из запроса. Ждем в гости. Да. Да, это вас. Надо еще сказать. По количеству лайков и комментариев мы определим, пойдем или нет. Поэтому, друзья, кто смотрит, кому нравится, пишите активно. Будем смотреть. Так, ну и что про коридор? Вот этот серый цвет, он был? Его не было. Здесь была тоже декоративная штукатурка блестящая, переливающаяся. И мы ничего не стали переделывать, а просто покрасили матовой серой краской. Единственное, здесь, конечно, расход краски был практически в два раза больше, чем стандартный, потому что текстура, много таких вот швов и каких-то углублений, поэтому расход больше. Но это в любом случае дешевле, чем мы бы заново переделывали все стены, выравнивали под покраску. А краска какая? Здесь эта краска Монс. Это российская краска. Кстати, неплохо себя показала. Это был мой первый опыт, когда я ее использовала. Поэтому я довольна, мне нравится. И мы уже тоже слышали хорошие отзывы. Еще хотела бы тоже рассказать зрителям, что никогда не бояться красить электрические лючки в коридоре, потому что часто вижу, что лючок всегда остается или белым, или бежевым, или пластиковым. Не нужно так делать. Любой лючок, даже металлический, можно покрасить той же самой краской от стен, без грунтовки, чтобы он слился, потому что техническая дверь, зачем на нее делать какой-то акцент? Ну да. Дальше мы проходим в коридор. Здесь технические помещения. Я знаю, что прежде чем заглянуть в эти двери, хотела, конечно же, спросить про шкаф, про вот эти резные, кто они там, елочки или фрукты какие-то. Непонятно, что это такое. Розы. Это розы, которые мы решили оставить. Почему? Потому что, тоже исходя из принципа, о котором я уже говорила, что мы видим, когда мы приходим в помещение, в квартиру. Здесь этот шкаф, он совершенно скрыт от взора человека, который приходит в интерьер. Было принято решение, что переделать дороже, чем ту цену, которую мы заплатим за то, что он здесь останется с эстетической точки зрения. Мне кажется, что он как-то слился со всем остальным. Да не так он страшен, конечно. Все в порядке с ним. Нет, он очень классный шкаф. Он, на самом деле, там красиво сделан, очень хорошо покрашен. Но он чуть-чуть уже из другой песни, нежели мы здесь делали. Но мы решили оставить как напоминание о том, что было здесь. Ну, и тем более, это же квартира для жизни, это же не для журнала фотографирования. Даже если есть деньги, то не факт, что ты просто готов их как на ветер на новый шкаф выбрасывать, когда это тебя вполне устраивает. И твоему вкусу эти розы вообще не мешают. Ну, разумное потребление. Ок-ок-ок. Разумное потребление, да. Поэтому технические помещения два здесь рядом. Это гардеробная комната, в которой хранятся вещи. Вот. Наконец-то. Потому что я хотела спросить уже. Потому что мы ходим, ходим, а шкафов мало. Да. Вот. Если есть возможность, конечно же, брать технические вещи, одежду в отдельное помещение, что не всегда можно позволить себе по количеству метров в квартиры, то, конечно, это нужно сделать, чтобы закрыть дверью и сразу встал порядок. Угу. Ну, здесь есть такая возможность. Здесь в центре квартиры находится техническая часть. Необычно очень по планировке. Мы ходим вокруг технического вроде как центра. А тут мама, папа и сын? Или только мама и сын? Ну, да. Здесь для трех человек. Ну, при условии, что у нас в детской еще вот большой шкаф есть. Поэтому это взрослая гардеробная. Угу. Так. Ну и что за еще одной дверью у нас? А за еще одной дверью это кладовка. Кладовка уже со всеми хозяйственными штуками. Пылесосами, швабрами. Тоже очень здорово, что ты можешь за дверью все спрятать. Открытые системы хранения, которые тоже не требуют больших вложений. Это дешевле, чем построить шкаф, например, с фасадами, с корпусом. Поэтому лучше отдельно вот один метр выделить в планировке, когда планируете пространство. Классно, что здесь не идеальный порядок. Это к вопросу о том, что мне написали. Да, конечно. Уже и бедра делают не зеленые, и тряпки не красные. Вот, пожалуйста, квартира с хорошим ремонтом. Но, тем не менее, заглядывая туда, вот все это существует. Когда ты 15 лет где-то живешь, по-любому у тебя что-то цветное накопится. Хорошо, когда есть место, куда это спрятать. Ну, да, в любом случае. Это второй санузел. Ванная комната. Здесь мы тоже ничего не переделывали, кроме как поменяли мебель на более легкую по цвету. И закрыли шкафом стиральную сушильную машину. Потому что это было в открытом все доступе, в открытом виде. Здесь вот такие вот двери необычные. И вот это вот все мы закрыли, опять-таки, чтобы сделать какой-то порядок. Потому что, по моему мнению, если в ванной комнате стоит машина в открытом доступе, то ванная комната сразу превращается в постирочную. Я стараюсь либо закрывать шкафами, либо дверью, либо выносить стиральную машину из ванной в коридор. Такое тоже часто бывает. А вот я хочу еще про вот эту плитку спросить, которая так рябит. И действительно, она прям узнаваемая. Почему, например, не покрасили? Какие вообще варианты, если бы тебе сказали, давай что-нибудь сделаем с плиткой? Во-первых, потому что данная плитка хозяйке нравится. То есть по ней нет у нас никаких противоречий. Мне кажется, что она не блестящая. Она такая вот достаточно спокойная, на самом деле, вживую смотрится. И мы просто, опять-таки, решили без громадных переделок, без сбивки плитки, без большого количества мусора и грязи. Заменить мебель. То есть здесь вот мебель была акцентная. Мы сделали так вот ее очень спокойного оттенка под текстиль. У нее фасады. Шкаф светлый поставили. А пуфик добавили картину. То есть здесь эта плитка нам вообще глаз не режет и не выбивается из общей канвы квартиры. Что можно придумать? Можно попробовать плитку покрасить. Но здесь нужно понимать, что это эксперимент. Всегда с плиткой. И это влажное помещение. Надо быть готовым к тому, что это будет не так износостойко, как некрашенная плитка. Если вы к этому готовы, если вы не такой перфекционист, что за каждый скол будете волноваться, то я считаю, что можно экспериментировать. Можно покрасить, попробовать. Если у меня будет какой-нибудь случай, когда это нужно будет сделать, я обязательно попробую и потом расскажу. У нас осталось последнее помещение. Это кабинет. Это как раз помещение, с которого все началось, с которого я начала здесь свою работу. Здесь раньше была детская, которая перестала быть необходима. Мы сделали такой кабинет. Абсолютно моя схема работы такая же. Когда я попадаю в пространство, понимаю форму, архитектуру и что мы будем с этим делать. Здесь, как вы видите, есть вент-короб по периметру. Раньше так делали вентиляцию. Сейчас уже возможности по технике позволяют все скрыть под потолком. Раньше делали вот так. Поэтому я тоже решила сделать акцент как раз на этом понижении. И мы сделали такой поясок с 3D-панелями, который акцентирует нам на нем внимание. Продолжается по части комнаты, которая без этого опуска. И вроде бы как ничего нас не тревожит. Все логично в пространстве. Цвет выбран для помещения довольно глубокий, насыщенный. Но нам именно хотелось добиться такого эффекта обволакивающего пространства, обволакивающей комнаты. 15 лет жили в светлом интерьере. Не испугались, рискнули. И мне кажется, что у нас очень получилось. Хотя на эту комнату в семье никто не претендовал до того, как был ремонт. И не знали, как с ней быть, что с ней сделать. Но потом Елена мне рассказывала, что есть просто битва за то, кто будет смотреть телевизор в этой комнате. Находиться всем очень нравится. Я, конечно, довольна. Это бальзам на мою душу. Шкаф тоже покрасили? Нет, шкаф не красили. Это удача, которая сопровождала меня на протяжении работы. Невероятно. Да. Причем в магазине он так не выглядел, когда мы выбирали. Но когда его привезли, доставили и занесли в комнату, мы ахнули. Я ахнула, хозяйка ахнула, что это идеальное просто попадание. Нет, это не индивидуальная покраска. Это стандартный цвет шкафа. Это компания Danton Home. Поэтому вот такая вот витрина, куда мы убрали все книги. Хочу про цвет еще сказать, что очень благородное сочетание. Казалось бы, вот куда подойдет оранжевое кресло? Да. Ну вот отдельно его возьми в магазине, подойди на него, посмотри. Ну куда ты его поставишь и кто его купит? У меня вопрос был. А вот оно здесь вполне себе очень неплохо пристроилось и шикарно выглядит. Да, спасибо большое. Но я когда цвет этот выбрала изначально, мы поняли, что мы будем красить. Я с выкрасом ходила по магазинам, прикладывала обивки и уже непосредственно под этот цвет выбирала оттенок. Мне кажется, что он тоже дал такой динамики этому помещению. Не сделала его каким-то темным, тяжелым. Вот. Ну и такая зона получается для отдыха, для чтения, с торшером. Если заметить, то у меня по всей квартире разбросаны торшеры. Обратила, да, на них внимание. Да, торшеры, лампы, бра. И потому что я обожаю нижний свет, не верхний, а вот именно нижний. Мне кажется, что это, конечно, про атмосферу, про настроение. Мне кажется, что это обязательно нужно предусматривать в интерьерах. Я, например, сама живу и верхним светом вообще не пользуюсь. Абсолютно. То есть все только на нижнем. По поводу люстры хочу даже рассказать историю. Она тоже приехала из Испании от моего агента. Барахольщика, как я называю. Она винтажная. Она очень необычная, потому что у нее необычный цвет эмали. Она эмалированная. Там такая молочная эмаль. Есть чуть-чуть следы жизни. Но мне кажется, в этом определенный кайф, определенное удовольствие, что ты понимаешь, что это какой-то предмет с историей. Люстра, это несмотря на то, что это винтаж, куплена она за криптовалюту. Мне кажется, что это очень контрастная история, потому что мы ее нашли в тот момент, когда уже было невозможно оплачивать за рубежом какие-то покупки. Но я вцепляюсь в такие вещи. Мне нужно, когда что-то мы очень хотим с хозяйкой. Поэтому мы искали варианты, искали, искали. В итоге, только с помощью криптовалюты, через какие-то сумасшедшие пути, мы смогли ее оплатить. Нам ее отправили. И мы так волновались, да, есть она или нет, что в ту ночь, когда приехала фура в Москву с этой посылкой испанской, наутро я поехала чуть ли не сама ее разгружать. Прямо ждала, пока вот мне из этой фуры коробку выдадут. Я открыла и посмотрела, что все целое. Круто. Поэтому, да, мне кажется, она очень классная. И главное, что больше такой нигде нет. Я не видела ни в одном проекте вот такой вот уникальный предмет. Лиза, спасибо тебе большое за сегодняшний рассказ. Очень приятно наблюдать за трансформацией помещения. И ты его не просто сделала чуточку современнее, а еще и адаптировала под людей, которые там живут. Потому что эта квартира видно, что а. Жилая, б. Удобная, в. Вот не избитая, по шаблонам не сделанная. И это все ее прям делает уникальной. Спасибо тебе большое, мне сегодня очень понравилось. Спасибо большое тебе тоже. В конце всегда герои моих видео дают какой-нибудь совет о жизни или о ремонте. Так как о ремонте ты дала много, то будет прикольно, если ты дашь о жизни какой-нибудь. Да, ты знаешь, после того, как мы здесь закончили, я поняла одну очень важную вещь про ремонт и про людей, которые его делают и делают новый интерьер. Мне кажется, что очень важно заходить в ремонт радостно. и весь этот путь проходить с ожиданиями хорошими, приятными и радоваться тому, что у тебя получается. У меня немаленький опыт, я много встречаю людей в своей работе, и это довольно редкое качество. Обладая им, человек получает взамен отклик от мира, потому что если ты открыт к эмоциям, к радости, к новому, к новой жизни, то ремонт, как правило, проходит гладко, без проблем, тебе везет на какие-то вещи, на какие-то покупки. цвет кем приходит. То есть здесь вот Елена, хозяйка, которая здесь живет, с которой я вот работала в этом месте, это настолько уникальный человек по умению радоваться всему, что мы покупали, всему, что здесь случалось. Это очень здорово, и вот это очень важно, когда тебе приходит диван, и ты не просто ну, диван пришел. А ты, диван пришел, он такой классный, как мы хотели, как мы выбирали, мы его так ждали, и теперь мы будем с ним жить, радоваться, наслаждаться. Такой посыл, который я бы хотела вот сказать людям, чтобы радостно проходили этот путь. Ремонт — это вообще не катастрофа, особенно, когда с тобой вместе идут надежные подрядчики, дизайнеры и люди, которые тебе помогают в этом. Спасибо тебе, Лиза, большое. Напоминаю, что внизу все полезные ссылки, контакты, товары, которые вы можете купить у отечественных производителей. Все, что нужно знать о сегодняшнем выпуске, заходите туда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски, впереди очень много всего интересного. Вы смотрели, как живут другие. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok